Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос может быть следующим. Если один человек внушает на расстояние, значит, свои мысли и убеждения, то это означает, что вы, именно вы, не уверены в себе. То есть вы позволяете другому человеку внушить вам что-либо. А это значит, что он в себе вы сомневаетесь. Вот. И, соответственно, причины этого сомнения лежат в вашем восприятии себя, в вашей самооценке, вот, в том, что вы думаете о себе, вот, и так далее. И, соответственно, для того, чтобы узнать причины вашей неуверенности в себе, вот, нужно, соответственно, сделать анализ вашего жизненного пути, нужно проанализировать ваши отношения, ваши детско-родительские отношения, вот. И тогда уже будет понятно, в чем ваши проблемы и какие можно давать рекомендации, вот, по повышению уверенности в себе. По поводу ориентиров, здесь нужно делать акцент на себе. Вот. Что есть? Нужно, чтобы вы на первое место ставили себя, свои чувства, вот, свои переживания, а не чувства и переживания других людей. В частности, вот, того человека, который, значит, вы испытываете такой дискомфорт. Защита, защита здесь не нужна. Лучше всего будет, если вы поймете для себя, с какой целью человек это делает, и если вы просто увидите, что ему нужно, и просто-напросто прикроете ему путь к тому, что нужно. То есть, чтобы он не получал за счет вас то, что ему необходимо. И это будет, в общем, очень хорошим поведением, которое, с одной стороны, раскроет вам человека, а, с другой стороны, позволит не уходить в глухую защиту, которая может навредить при построении отношений с другими более порядочными людьми. Ну и себе нужно задать вопрос относительно того, как так получилось, что вы вообще оказались в отношениях на расстоянии, вот, и с какой целью вы сами в этом принимаете участие, потому что другого человека можно обвинять, говорить, что он что-то внушает, но вы, вы ответственны за свою жизнь, вы делали выбор в пользу этих отношений, и вы, увидев, что человек пытается вам что-то навязать, что человек пытается вам что-то доказать, видя это, вы не прекратили с ним общение, и до сих пор общение прекращать с ним вроде как не хотите, а наоборот, желаете просто-напросто защищаться. Вот, то есть тут нужно ориентироваться в том числе еще и на ваши предпочтения, на ваши потребности и ожидания. Вот, вот об этом обо всем подумайте, и если хотите разобраться подробнее, то обращайтесь ко мне или к любому другому эксперту, вот, мы с радостью вам поможем. На этом все, если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...